Итак, продолжаем движение. 102 серия. Участок Нурманск-Магадан. Так, отвечу на некоторые комментарии, поступившие к этому часу. Картабот поздравляет с первой соткой. Ну, таких соток впереди еще, я думаю, штук пять будет не меньше. Так, Андрей Лукашев. Что случилось? Почему со вчера вышла только одна серия? Да, я тоже был заинтересован, мне тоже хотелось как можно быстрее разместить все серии. Поэтому были и дни, когда по три серии размещал. Но в последнее время, значит, какие-то пошли накладки, непонятно, сейчас сам не могу объяснить почему. Дважды выложил, например, 98 серию. Но я уже объяснил, что одна серия автоматически после обработки размещается в интернете. Ну, а вторую, копию, вернее, уже в ручном режиме потеряно было время. Значит, какие у меня сложности или проблемы, я бы не назвал бы, конечно, проблемы. Значит, алгоритм такой, пока загружается обработанная серия в интернет, в этот момент работаю над созданием проекта в следующей серии. То есть в видеоредакторе размещаю файлы, которые необходимо объединить, какую-то с ними обработку делаю. И параллельно открываю видеоплеер, где отражен трек движения. Стараюсь найти на карте более-менее такие примечательные места, чтобы потом в титрах их отметить на видео, в серии. Когда проект готов и ждет своей очереди на обработку, начинаю готовить следующую серию. И вот тут происходит, я не знаю, наверное, психофизическое состояние, что ли такое, еще, как говорится, не успел остыть от предыдущей серии. В голове уже проект второй серии. И накладывается третья серия. То есть в голове идет такая каша. Трудно определить, я уже это записал на диктофорный комментарий к серии, или это только еще вот о мыслях в голове было. Это вот, ну, очень неприятный такой момент, потому что постоянно находишься в режиме обработки, что ли, этих серий, в процессе формирования этих серий. Доходит до того, что даже ночью снятся иногда снятся эти серии, и во сне вроде бы начинают их комментировать, о них что-то такое говорить. И проснувшись утром, уже потом не соображаешь, это или думал, или это во сне, или это уже записал на диктофор. Вот такая каша. Поэтому, наверное, буду размещать по одной серии, чтобы не было вот этих накладок, и чтобы к концу размещения полного вида, ну, каша не поехала, остаться в нормальном состоянии. Кстати, вот есть еще один такой нюанс, или интересный момент. Кроме того, что вот сейчас идут такие сдвиги по комментариям, по сериям, что ли, у меня была интересная ситуация, и она началась уже, когда был на трассе Колома. Дорожное полотно, сами вы видите, в каком состоянии, вот, ввиду того, что без денег прыгаешь на этих накочках, и вибрация вся воспринимается телом. На привале ночью останавливаешься, перебрасываешь видео на внешний жесткий мест, сохраняешь, освобождаешь место для следующего дня. На это уходит, ну, 2-3 часа. После этого выключил автомобиль, и позже все, в спать. Если иногда мои комментарии будут повторяться, это неизнонамеренно, это просто вот такие вот накладки, такие, такая особенность, что ли. Так, следующий комментарий, Евгений Бондарь. Мне нравится, как-то ловить по городу, рассказывать в Википедии ничего не надо, сам могу прочитать. Кстати, далеко не всегда много видео о поездках по городу Волженную Виттуру. К примеру, если бы быть поездка по Благовещенску, скакивает пара только старых видео, и больше ничего нет. Просто скрипит. Но я постепенно смотрел ваши видео, поэтому отстаю. Значит, по Благовещенску скажу сразу. Я проехал по Благовещенску, снимал видео о городе. Насколько это было возможно. Приехал на набережную, снял Китай на видео, как он выглядит, как он смотрится. Вот, это такое видео у меня будет. И еще такой интересный момент. Значит, вот по городам, двигаясь на восток, я не заезжал в города по той простой причине, что осенью. И я опасался катаклизмов природных, погодных на перевале через Уральские горы. Боялся попасть в плен снежный и задержаться там на неопределенное время, поскольку резина была у меня летняя, а вот им могли быть серьезные проблемы. Так вот, на обратном пути, уже слушая прогноз по стране, уже как-то корректировал свое движение. И заезжал во многие города, и в Новосибирск, и в Омск, и в Красноярск. Была попытка заехать в город Циолковский, но это режимный город, посмотреть, положить цветы к памятнику Юрию Гагарину, Циолковскому, но меня туда опустили. Закрытый город, только по пропускам. Ну, у меня там ни знакомых, ни друзей не было, поэтому предложили такой вариант, что есть турфирма, которая в течение недели рассмотрит заявку и так далее, и так далее. Ну, меня такой вариант не устраивал, потому что опасался вот природных этих катаклизмов на трассе. Но уже проехал Благовещенск, возле города Свободные, видно было стартовую площадку, стартовый стол, так называемый. Далеко, правда, на горизонте, но было видно, и это, я думаю, попало на видео. Там стояло 4 ракеты, вот, это все, что я смог издалека посмотреть. Обидно, конечно, что не удалось заехать в сам город. Я уже не говорил про космодром, туда бы не пустили, само собой, разумеется. Но хотя бы на город, на памятники. Ну, вот, очень это было неприятно, обидно. Я в салоне автомобиля высказал себя по этому поводу. Послушайте потом, кто дождется этих серий. Так, пошла политика про Черногорию, не знаю, но природа Карелии мне нравится больше, чем природа Франции или Польши, где поля перемещаются перелесками. Политику я смотрю на других каналах. Ну, может быть, что-то я там заделал с политикой, я уже не помню. Так что это вопрос, что закроем, я не буду про политику вообще рассуждать, это это не мое. Артабод спрашивает, что так долго видео не выкладывали, я даже соскорчился. Ну, я уже объяснял причину, что это связано чисто физически. так. Спрашивают, пишут, почему эти две серии одинаковые, но я объяснил ситуацию, это вот накладка получилась. И время, конечно, было потеряно на закачку всего этого. Что еще неприятно, закачка серии в интернет идет примерно два с половиной, три часа. И уже, когда бывает так, что до полной загрузки осталось несколько минут, 10-15 минут, два с половиной часа уже закачивается вдруг, интернет выдает эту информацию, что произошел сбой в загрузке. Это вот один из неприятных моментов, который возникает периодически, не постоянно, но хотелось, чтобы было это гораздо реже. Вот были рекомендации, я спрашивал, вы мне советовали и рекомендовали, я это все принимаю во внимание и стараюсь по мере возможности как-то их реализовывать, что ли, применять на практике. никто из вас к сожалению не обратил внимания на то, что начиная с 98 серии я стал корректировать цветовую гамму, чтобы видео было более привлекательное при просмотре, сравнить качество уже с цветовой корректировкой, вы можете посмотреть, например, 98, 99 или 100 серии, сравнить с 95, с 94, то есть мне кажется, разница чувствуется в качестве картинки до трассы А-360 от Лена и Р-504 ума еще далеко, поэтому я стараюсь предлагаю максимум усилий, чтобы вот этот участок, эти две трассы показать максимально эффектно, эффективно, чтобы и картинка была интересная, ну и какой-то комментарий к ней, поэтому мне крайне необходим ваш совет и рекомендации по цветовой, например, коррекции или какую информацию сообщить, например, ну, про идею трассы, ну, типа неофициальных, там, из интернета или из прессы, а именно вот на обывательском уровне мне рассказали такую историю, не знаю, насколько это правда, насколько это нет, еще во времена Советского Союза японцы предложили Советскому Союзу построить трассу от Магадана до Якутска бесплатно, но взамен они вывезут весь слой грунта, который будет на дороге, не знаю, с чем это связано, но Советский Союз отказался, правда это или нет, не знаю, так, Артавод спрашивает, а вы Владивосток сразу после Магадана поедете? Ну, я повторю, что стартовал в Москве, первое знаковое место было, это Мурманск и Полярный Круг, второе это Магадан, третья знаковая точка это Владивосток и четвертая знаковая точка это Крым, то есть вот такой кружок протяженностью в 33 тысячи 700 километров и на 272 так вот и аккуратно через мутер заливаете и тут же горячие крышечки закатываете стоит прекрасно вот стоит смотрю на скорость 79 третий год меня просит поставить третье а тут как сборчики не знаю кто-то сделал или нет я в этом году я буду делать Радар ограничение 90 Субтитры 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 Заливаете холодную воду из-под травы, закрываете крышечкой рукой, не закрываете, прикрываете, не ставите в голову, потому что у вас начнут забрежения. Убит подниматься пена, убит вынуваться. Вы оставите, чтобы он просто убирает. Он бросил, убит, убит. Огурцы вам будут гранить. Прямо свою долу спасится. Ты вообще ужасно гонится. И вы так поглядываете. Если вдруг много пыли, вы ставите на воду, чуть-чуть водички, но обычно не выливаете. И вот прошло 4-5 дней. Вся эта вода пустилась на дно. Пузырьки перестали появляться. Вы все это вываливаете как шланг. Хорошо промываете холодную воду. Хорошо промываете холодную воду в банку. Складываете все обратно. Наливаете холодную воду из-под травы. У нас же там много соли было. Я всегда сплю нефтя на заправке. И все. Я сплю немного. Потрясающе простой. Да, я делаю таких нападений. Сколько соли на банку? Стану на банку. Стану на банку. Стану на банку. Нет, не надо. Я с горкой. Практически да. Понимаете здесь как? Ты как первый. Потому что сон правильный. Вам надо, чтобы огурцы засолились настолько, что когда вы зальете холодной водой, часть идет обратно в воду. Здесь они выручатся. Они немножко выручатся. Я посмотрела на лице. Вот сейчас дают. Там дают очень много соли. Потом они сливают вот это все. Кипятят и заливают снова. Ну как можно заливать то, что бродило? Поэтому. И далее. Значит я сделала три банки. Поставила их в кузове. Вот. Отопление. От батареи. То самое теплое место, где можно только. Они состояли у меня даны. Вот давно. Вот мы их съели. И как? Хочется спросить. А у нас в салатах есть где? Разлетелись как горячая вершина. Да. Я и ребята, которые обладают. Вот. Вечный вкус. Вот. Вот. А, в горячей пирожке после дождя. Вот. Есть такая байка шпаналистская. Я хочу рассказать рецепт. Соленые баклажаны на землю. В одном взгляд, рецепт интересный. Баклажаны есть. Баклажанов сейчас много. Они не дорогие. Итак. Экспериментируй. Пятьсот граммов баклажанов. Петрушка. Растительное масло, 1 или 2 столовые ложечки для жарки, 250 миллилитров воды, 1 столовая ложка соли и половинка столовой ложки для замочивания. 9% уксус, 1 чайка. Как приготовить? Соленый баклажан. Мы приготовили все в виде еде, баклажаны помыли и нарезали лобиками. Все это, кстати, на очень небольшую баночку. Действительно, баночка маленькая, 350 миллилитров. Баклажаны помойте, нарежьте лобиками, зелень мелкому пить и чеснок пропустите через пресс. Откиньте баклажаны, они замачивают. Не замачивают в подсоленной воде, на полчаса, видимо, чтобы горечь ушла. Откиньте баклажаны на сито, чтобы стекло, вся лишняя жидкость, разогрейте сковороду с маслом на среднем огне, обжарьте баклажаны. Примерно при 20 минут, постоянно помешивая дно золотистой пачки. Смешайте жареные баклажаны с зеленью и чесноком. Переложите в чистую, заранее стерилизованную банку. Для рассолы вскимятите баклажаны, улейте уксус, снимите с плиты. Залейте горячим рассолом баклажаны, закатайте крышкой. Переверните вверх, ну, вот эти, встает, 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 встает. Довольно простой перецепт. Жареная баклажана, но еще и засуненная. Не забыла сказать, еще один эксперимент, зато у меня, который меня обращали. Это тюкад из огурцов. Это в игроке звучит очень необычно. Да, тюкад из огурцов. Сказали на перецепт, что я спеш, но я не делаю. Мерзкие состояния, когда тянет в сон, блин. Ну, вы понимаете, что там очень много влаги. Ну, можно прогнать каким образом. Сейчас начинать обгонять, там перзить на дороге. Сон пропадет. Ну, я рвать кашелью не хочу. Ускоряться, там, лазер. И так далее, и так далее. Вот. И все вместе с тем, что так вот ему понравилось, почему-то все захотели делать тюкады. Семьсот метров, что-то. Тюкады, стыкно, хорошо. Я произведу так, что из морковки могут получиться хорошие. Я ела тюкады из морковки, которые делали в одном из наших рамок. Это удивительный вкус. Главное, что морковка, она же сладкая. И туда надо немного, совсем немного сахара. А еще очень хорошая заготовка из тыквы. Но по тыкве будем делать отдельно, наверное, передачу. Это вяленая тыква. Она совсем без сахара. Вяленая тыква. Я не буду до своей связи, что на дороге остановлюсь. Нет, конечно, тут лежит икра и стыква с баклажанами. Это интересно. Икра и стыква с баклажанами. Где есть баклажаны? Запеченные. Ну, я тогда запекаю. Запекаем, что мы получаем? Они снимаются в улице. Они не прямо витые, их можно продолбить. Все получается икра с баклажанами. Да, значит, баклажаны, тыкву очищаем. Блин, через три часа движения становится, чтобы просыпать. Орех, что-то его нужно изменить нарезать. Так вот, и вымыть, ашпарить, кипятком снять курицу. Нужно нарезать и поджарить вместе с куклом. Собственно, растите на масло. И сейчас все равно думаю. Да, карплю за чего вы имеете. Икула, паклажан. Хотите из кавачков, хотите из чего-то, то икра получилась действительно вкусная. Все ингредиенты поджариваются, запекаются отдельно. Если вы смешите, все есть ничего в отверстие. Здесь тоже все отдельно. Радар, ограничение 90. Там, а ты, отдельно. А потом все это пропускается через мясорубку. Ну, в принципе, вот это все. Вот это прекрасно. Так, ну впереди я вижу. Клина дождя. Мясорубка, это все равно металл. Вот, честно, вот, разделить сон и добавить вошло. Может, пасмурная погода, сону прогонит. И еще разобрали, не кипятить. У вас это все готово. И все, вам печать, и войдем. Никогда шпалить, кипятить. И заходите. Горячая игру, и покупать крышку, и все. Вот такой вопрос, который даже наоборот у меня. Вот, лучше все-таки закатывать банки или закручивать? Какие крышки лучше? Какой-то принципиальной разницы нет. Да, принципиальной разницы нет. Единственное, что же, когда вы закатываете банки, вы берете свежую крышку. Когда закручиваете, надеваете крышку, крышка нужно быть не новая. И тут начинаются проблемы. Вы говорите, а не то, а хорошая крышка. Но вы ее уже открывали. Поэтому надо брать для закрутки крышками, ринговыми, новые крышки. А если вдруг не казалось, тогда берете полиэтиленовый пакет, кладете на горшко и с ним закручиваете. Это с 100% у вас ничего не было. Лайфхак такой. Интересный рецепт нашла. Никогда такого не видела. Грузди соленые в томате. Хочу обнародовать. Грузди прекрасно сочетаются с томатами. Из них готовится вкусная консервация на зиму. Грузди соленые в томате. Голубка чеснок 4 зубчика. Соль по вкусу. Что вам обыдно? Сахар по вкусу. Перец горошком по вкусу. И укроп тоже. Грибы могут чистить от отваря от готовности. Помидоры пропускают через мясорубку. Потом через сито помидоры, чтобы убрать мосточки. Там не был пост. Потом через мясорубку. Продам. Ограничение 70. Смеживают ингредиенты пропущенные через мясорубку. Переливают все в костюм. В конце добавляют соль и сахар. Когда загустеет, снимают с огня. Ну то есть кипятят все-таки. На одно стерилизованный банк кладут чеснок, уклоп, перец горошком. Затем грибы и сверху вот этот почечный сахар. Продаем дизельное отопливание. Соль по вкусу. Находимся в трансляторе. Где-то один бойкал. Идите, где-то один раз. Уже бойкал началась, что ли? Я думал, за... Я думал, за... Я думал, бойкал за Новосибирь начнется. Сол. Да. Это мы застенали в дом. Да. Да. А вот в домах. Там соль, сесту, соке. Там надо соль сделать. Как делать? Движение. А нахуй соль, чтобы быстрее было. Безвесту уголовок или делаем, нечего. В домах это очень легко. Уже проще. Если вы сделаете собственную пасту, помадку, без соль, то... Не надо только из нее сразу делать соль. Соль. Какое-то еще что-то. Просто помидоры. У нас сейчас сентябрь начинается. Начинается ярмарка. Покупайте помидоры. В средней величине. Вы вот так же снимаете кружок. Когда вы горячим режете, насколько хотите частей ставите, тушится без соли, без сахара, без всего. Когда у вас это все продышится, и вы увидите, что у меня внутри это упустилась масса. Все. Мы индустрируем раскладываем по пакетам. Ты смотришь? Посмотрите, что интересно делать. Очень многочисленные иллюстрации к рецептам. Что удивительные просто наборы делают. В засолки люди кладут и вычешки цветной капусты, и огурцы вместе, и морковку засалим. И все это в одной плоти. Такие делающие. А я еще добавляю. Это замысел. Только тут не очень много людей. Обычно официально. Вот им нужно же и болгарский перец, пластик. Это здорово. На болгарской печи. Вот все. Потому что здесь, да. Смотрите. Детная капуста. Она мне дает чуть-чуть вкус. Я делаю набор такой огурчик. Детная капуста. Буквально на трех литровую банку. Два-три кишка, но больше. Дальше сельдерей. Чуть-чуть. И кладу туда взять на маленькие яблоки. Если нет маленьких яблок, потому что я уже засуну пила. Да, и на яблокер они такие не пил. Мне не такие, можно пласть. Но у меня, на суке, не успеваю, потому что у меня физарис был. Ну, да. Впитка, тут посвечу все овощи. Поэтому я беру просто яблоко, но прелезли за его. И все. Ну, и чуть-чуть чеснока. Все. И заливка машины. Да, заливка замечная. Но, если у меня физарис, то он просто чуть-чуть подошел. И слабо добавить. Чуть-чуть подошел. Ну, нет. Не столько, сколько ломокер яблоки. Немножко, потому что визарис. А он у нас любит родитель. Получается, в общем, просто помидоры туда не кладут. А потом, когда вы открываете, то, что вы делаете со всей этой прелестью. Просто вы кладете. Большой хвост. Почему? Вы кладете все это. Можете порезать, добавить туда свежие капусты. Вот здесь я сейчас. Соленая капуста. Получается великолепный салат. Если вы хотите есть все это отдельно. А если отдельно, то все это съедается. Никогда не пробовала салата. Сокную капусту, честно говоря. Она даже не соленая. Она же получается консервированно-подмаринованная. Очень вкусная. Она остается такой крепенькой. Но главное, что я не кладу огустную капусту. Как-то я побаиваюсь. А вот цветная капуста, она придает такой вкус. А если болгарский перец будете добавлять, готовьтесь, что он перебьет все остальные вкусы. То есть его вкус обьет все остальные. Болгарский перец у нас классическое добавляется в лечо. Хотите лечо в томатном соке? Хотите в томатном пюре? Прямо сейчас. Да. Смотрите, перец сладкий 4 кг. Томатный сок 4 кг. сон так заправлюсь вперед так 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Дядька какой-то хрен его знает... Странный... Ну... С Богом! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сколько же я спал... Продолжение следует... 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 Мягкие волокна, целлюлозы и драгель. Это супер впитывающий синтетический полимер. Все эти материалы безопасны. Приедут от малыша. Также некоторые производители пропитывают внутренний слой подгузника с натуральными мостами и растительными экстрактами, которые ухаживают за чувствительной кожей малыша. Так, каким же требованиям должны отвечать подгузники? Первое, это материал. Он должен быть мягким, нежным. Прилегающие к коже малыша части подгузника должны быть сделаны из натуральных материалов, не вызывать аллергию. Самый лучший для подгузников материалов – безусловный натуральный опыт. Избегайте полиэтилена, который не сможет обеспечить кожу здорового воздуха обмен. Второй определяющий критерий – это размер. Он не должен быть мал. В этом случае он может давить, натирать. И, напротив, не должен быть большим. В таком случае он будет слетать, протекать. Малышу будет явно некомфортно. Но в боковстве всегда указывают нижние и нижние границы веса. Но если, скажем, ваш пылыш весит почти 5 килограмм, то лучше взять размер не до 5 килограмм, а от 4 до 8. Третьим критериям являются фиксирующие элементы. Качественные и удобные почки должны быть многоразовые и не оставлять красных следов. Обратите внимание на спинку. Она должна быть довольно высокой, чтобы подвозник не протекал. Четвертый критерий – это впитывая вас и способность хорошо удерживать влагу. Ваша цель – это брать такие подвозники, которые лучше всего подойдут вашему малышу. В первую очередь, именно ему должно быть удобно и комфортно. Ну что, мнение врача. Вы слышали так, что не боимся надевать ребенку подвозники. Главное, не затягивайте отношения. Переучайте ребенку к горшку. Вы чаще принимаете воздушную работу. Вот именно. Горшко и все. Гелопа. Балуют детей только. Я ж мать. Я ж мать. Сын, врачи. Я мать. Я ж мать. Я ж мать. Костяна Костова, Александр Назаров. Которая, мы с вами поговорим подошла. Ну что, Александр, я хотел к тебе бросить все, и у меня в большинстве детям дерева. Знаешь, иногда трудно об этом. У меня взлетает шума. Город, куча машин. Нужно выращиваться от них и следить за ребенком из самоката. Я не могу выпустить детей от них. Блядь. Еще раз где-то лба, просто на ходу. Но пока мы все еще тут в городе. Ну ты знаешь, мы сейчас живем, как говорят ориенторы, в зеленой зоне. Далеко от Москвы. Кругом лес, пруд. Относительно большой парк. У нас есть цивилизация, магазины, электричество, поликлинику, газ и вода. Все хорошо, но по близости нет хорошей школы, спортивных секций. Опять же, когда девчонки вырастут, им придется рано вставать на электричку, чтобы доехать до вуза. Поэтому с точки зрения экологии там, где мы сейчас живем, отличное место. А с точки зрения развития, ну так сильно. Ну, в этом и заключается, на мой взгляд, главная проблема. В городе есть все. Магазины, школы, вузы, театры, галереи. У меня вокруг дома впишет... Да, дорожникам надо привести, навести порядок осторожными знаками. Вот это жесть. И это обычный в спальном районе. Ну что, гаишник кто этим занимается? Остор, речки чистые, а не вот Москва, река, в которой нельзя купаться. Чистого воздуха, своего личного участка. Ну, вот чем у меня может привлечь деревья. Тем, что все продукты из грядки, ну и из курятника, пастбища. Опять же, если ты это все сама посадишь, вырастешь, поешь, на это тоже нужно силы и время. Вот захотел омлетик на завтрак, сходи, закормил, убери, накорми, яйца собери. Помидорку посади, болей, обработай. Вот, поэтому я скорее городская в этом плане в магазин пришла, все купила и ушла. В некоторых деревнях нет воды с электричеством, так что еще надо сходить набрать воды, расслабить печь. Я не знаю, там, на какой дороге. Однако, в отличие от города, деревянские дети более открыты. Не чувствую той опасности угроз, которая учит избегать городских ребят с самого рождения. Все друг у друга наведут. Детей спокойно отпускают гулять. Ну, в общем, да, я бы и в деревне не оставила одни для детей, если только во дворе своего дома. Но, с другой стороны, дети там научатся трудно. К тому же, пока сельская ребятня играет в снежки, катается на замку, или занимается рыбалкой, городские дети основную часть личного времени посвящают компьютеру или телефону. Думаю, тут уже зависит от родителей, компьютеры и планшеты есть, и все. Но, все равно, возможности для прогулки, планшеты. Участники могут быть, правда, что это меньше, чем-то в ухо. Но, все равно, все равно, их деревня не встречаются чаще. Кто-то стоит в парке, кто-то стоит в парке, кто-то стоит в парке, кто-то стоит в парке. Вторая школа, вы можете сняться, потому что больше детей. Ну а если с детьми более-менее понятно, то вот как можно воспитывать детей и строить карьеру в диреку. Тебе утром надо набрать воды из колодца, на колодку ружь, растопить в печь, приготовить завтрак, всех убыть, наторвить, скотину накормить, напоить, на дороге все посадить, собрать. Вот тебе и работа. Так, местное время. 2.10.12. Полдень. Вот мне бы хотелось услышать меня маму, которая живет в деревне. Ну как она считает, реальная раздельная в деревне. 3.10. Джан���чук. Отдых, в этом сад12. А пом元 artic ульта у Lost-1. Сора всего ,юлипи. И вы Dodoncick, swirl. 2.10.12. А якобы, когда ligger на дом к истер demo, в留ат 1.10 в Г.1. Гπ, нужно стол lid за планируем, дом на улице сни橋ом Планируем. И в этот день на дом в каждую глав 그다음 к cochу. В ВО nasıl можете делатьrophy? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Девять часов плюс три в полдень 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 Девять часов плюс три в полден Продолжение следует...